здравствуйте сегодня мы поговорим о проигрывателе динон dp 23 f значит на мой взгляд это одна из лучших если не лучшая недорогая модель среди 100 старых проигрывателей винила ну потому что сказать что не такая уж старая модель потому что она выпускалась в японии с 89 по 94 год то есть когда уже пластинки практически полностью сходили с арены и заменялись на цифровую музыку и тем не менее эта модель совершенно изумительная я уже наделал обзор такого проигрывателя из первой серии динон dp 15 f это компактный проигрыватель но он наделен всеми такими же функциями как и этот проигрыватель и может быть потом когда-то сделаю обзор более старшей модели которые у меня есть вот но по сути они имеют практически все одинаково грубо говоря электронику функционал и технические характеристики и различаются основном внешним видом и назначением и так значит у меня два так две такие два таких проигрывать для этой модели и один темный другой светлый так уж получилось потому что первым ко мне попал светлый когда-то очень давно он был без звукоснимателя и я туда поставил головку значит у нитро мф-100 ну точнее головку тенорелла у меня оказалось это и исходник для унитрой но игла мф-100 у меня тоже было все на новое в общем то моя цель была для использования этого проигрывателя для цифровки старых монофонических пластинок он это вот из эксперимента с различными головками этой головкой именно мф-100 оказалась очень хороший хотя она и полутораграммовая и уставлю на два грамма при оцифровке пластинок штатный этот проигрыватель комплектовался другой другим звукоснимателем это dinon dl80 так называемая с подвижной с подвижной катушкой высоким выходом но вы знаете что обычно звукосниматели с подвижной катушкой имеет очень низкий выход для них нужны либо на трансформаторы либо специальные входы и так далее но где-то восьмидесятых годах начали выпускать звукосниматели с подвижной катушкой но с высоким выходом это делал и пионер это делал dinon и некоторые другие фирмы значит ну и так получилось что мне как тут очень захотелось посмотреть как то что это такая заголовка и я купил еще один dinon темный со звукоснимателем рель-80 и значит продавец мне сказал что была в хорошем состоянии это оказалось правдой когда мне пришел действительно игла оказалась хорошим состоянием вот но конце я бы послушайте фрагмент пластинки которую я цифровал на этом проигрывает ли с помощью этой головки значит ну в принципе наверное хорошо правда никаких таких значит восторженных возгласов я издавать не буду просто хорошая головка я думаю что большинство нормальных людей не знаю чего играет вряд ли отличат эту головку от других хороших головок с эллиптической иглой да я забыл сказать что dl-80 оборудуется эллиптической иглой но и у меня где-то все валяется я еще свое время купил запасной шелл вот для того чтобы можно было еще одну головку использовать это было когда я экспериментировал вот с различными головками для оцифровки старых грамм пластинок значит тема знаменит этот проигрыватель этот проигрыватель но я уже говорил раньше что фирма sony и фирма динон разделили технологию значит в этом проигрыватель реализована технология прямого привода скварцевой стабилизации фирмы sony так называемых магнедиск то есть здесь есть дополнительный блок контроля скорости вращения я попозже это покажу и также здесь полностью тонарм с электронным управлением на то что у sony называется биотрейсер вот здесь точно такая же история значит реально я купил не помню сколько я покупал проигрыватель но думаю в пределах до 100 евро из доставки не больше давно был я не помню но совершенно точно поэтому они меня поразили тем что они такие дешевые при таком высоком технических его технических свойств и высоком качестве воспроизведения работы я хочу рассказать такую забавную историю как-то значит ко мне пришел один мой приятель который увлекаются увлекается тем что сегодня называют винилом но правда у него так получилось что ему по наследству досталась небольшая коллекция разных пластинок причем этом значит старинных еще первых изданий тех же beatles там моно режиме и так далее правда я для тех изданий не очень понимаю зачем используем как высококлассный проигрыватель но не в этом суть ну и он там еще что-то покупал себе и когда он ко мне зашел у меня работал этот проигрыватель он поинтересовался что это я ему показал рассказал у него просто глаза вылезли на лоб потому что он использовал project не помню какая модель но достаточно дорогой естественно никаких таких опций какие вот вы видите сейчас в этом проигрывателье там в помине не было ну и кончилось тем что мы ему на ибэе нашли за 150 евро с годовой гарантии из германии проигрыватель ну конечно гарантии у нас тут не работает но по крайней мере факт того что это была не частная продавца фирма они продавали проверенную технику и давали гарантию но и могу сказать что это достаточно высокая цена для этого проигрыватель но мы его брали потому что мы хотели быть уверены что там все в порядке а немцы фирмы они обычно не балуются враньем но правда сейчас я думаю из германии купить ничего нельзя но я ради смеха залез на немецкий и бэй ну за 100 110 евро такие проигрыватели продают и сейчас в том числе и с родной головой dinon dl80 так что нельзя сказать чтобы цены так уж сильно выросли хотя модель совершенно изумительная но два слова о том что мне значит что я с ними делала практически ничего самое удивительное что я только проверил параметры они все были в норме но почистил от пыли и все и они работают совершенно удачно так же и и моему приятелю пришел агрегата он его сразу включил я ему настроил тонарм и он у него работает на больше года может и больше и без не как достаточно интенсивно и без каких-либо нареканий но сейчас мы посмотрим более детально на этот агрегат и увидим что он умеет и как он работает и так давайте посмотрим на кое-какие детали этого проигрывателя значит как я уже сказал он оборудован двигателем прямого доступа с дополнительным контролем точности вращения которые динона унаследовал от sony значит я уже рассказывала об этом в другой модели динона про это и сейчас покажу вам еще раз и так что у нас здесь вот здесь видите такая вот специальная магнитная головка а вот на обратную сторону на обратную поверхность здесь такой опыт и сюда нанесен специальный магнитный слой на котором записаны импульсы и эти импульсы контролируются с помощью магнитной головкой и позволяют с более высокой точностью контролировать скорость вращения диска теперь про тонарм значит тонарм здесь электронный тоже унаследован от фирмы sony у sony этот тип тонармов называется биотрейсер у этого у динона просто называется электронно управляемый тонарм то есть значит прижимная сила и антискетинг формируется здесь не с механическим способом а с помощью системы магнитов и катушек то есть таких вот линейных двигателей плюс к этому значит он на имеет электронную систему демпфирования тонарма и эти же двигатели управляют горизонтальным и вертикальным перемещением тонарма и соответственно вот с помощью этого диска мы управляем установкой прижимной силы но сейчас у меня стоит полтора грамма вот если верить описанию головки мф-100 здесь у нитро но тут у меня правда тенарел родной но и глад мф-100 это ее прижимная сила я использую эту головку для оцифровки старых пластинок продают на 2 грамма и в этом случае ставлю она очень хорошо себя показывает показала для старых прыгающих пластинок очень хорошо проехать все треки и делаю это с помощью именно этого проигрыватель теперь вернемся значит к тонарму значит есть процедура балансировки первичной балансировки тонарма но значит при выключенном питании нужно вот этот вот грузик выровнять так чтобы тонарм занял промежуточное положение и был параллелен диском естественно точное значение этих относительно выставленного тонарма определяются при первичной регулировке всего проигрывателя и поэтому вы не можете заранее знать у вас он точно выставлен не точный как это вообще все выглядит я могу посоветовать тот метод который я использую для электронных тонаров что для биотрейсеров соневских что для динонов значит делаю я следующим образом вот у меня есть такие вот весы значит классические весы вот мы сейчас включим это все поднимем тонарм вот теперь значит будем держать диск это очень важно иначе начнут весы крутиться вместе с диском и подведем тонарм к весам так подведем тонарм к весам и опустим сейчас вот у нас стабилизируется вес да вот стабилизировался он регулирован на 158 при положении значит полтора грамма теперь если я хочу более точно отрегулировать я просто буду регулировать вот этим грузом вот для этого подниму отведу чтобы мне не мешало диск не вращался покручу груз и смогу снова взвесить но у меня 157 это более чем избыточная точность регулировки прижимной силы тонарма мне этого вполне достаточно сейчас мы посмотрим как это все работает и так органы управления кнопочки и все прочее значит вот включение питания проигрыватель автоматически но у него нету автоматического выбора размера пластинок поэтому здесь есть переключатель размера 17 или 30 сантиметров скорость 33 или 45 значит клавиши повтора клавиши подъема опускания тонармой кнопки пуск и стоп но еще вот здесь есть такая штучка это называется окошко пока который показывает что диск находится раскрутился до нужного состояния поддерживать нужную скорость но вот если я сдвину он мигнет и значит вот он раскрутился если я знаешь пальцем приторможу начнет мигать говорить о том что скорость неподходящие вот теперь значит поставим на место опустим поставим пластинку и будем смотреть как это все работает и так значит размер у нас 30 скорость 33 сам простой режим автоматической работы значит хочу обратить еще раз внимание ваше что значит управление тонармом происходит с помощью встроенных линейных двигателей в тонарм то те которые относятся к так называемую электронному управлению и движение вперед назад и подъем выпускания тонарма с помощью них и эти же значит линейные двигатели или катушки с магнитами являются частью системы управления тонаром то которую sony называют биотрейсер ну значит сам простой режим нажали кнопку старт вот значит он пошел ну и вот видите плавненько опустился значит никаких там микролифтов которые надо чинить туда значит подбирать для них жидкость нужной вязкости нету но правда здесь и нету никаких дополнительных опций как-то кнопки движения вперед и назад которые есть на более продвинутых различных моделях но на мой взгляд это не особо и не нужны мы если вы хотели подвинуть значит можно вот рук ручками перевести снова опустить микролифт поднять но и скажу сразу что когда крышка закрыта вот органы управления остаются доступны что сказать позволяет управлять передвижением значит остановка и пуском работу с закрытой крышкой но конечно передвигать вперед назад не получится но и сейчас мы как всегда посмотрим как работает повтор с автостопом вот мы сейчас включим повтор вот так сюда подведем опустим значит тонарм сейчас пластинка доиграет до конца и сработает автостоп вот что он пошел на выход сработал автостоп так значит здесь он сразу встает на начало помните в разных других проигрывателях разные технологии некоторые стоят сразу начал некоторые возвращаются на стойку и потом после этого снова повторяют на цикл проигрывание этот сразу стал на стойку значит остановить все это можно кнопкой стоп причем здесь кнопка стоп не сбрасывает режим повтора то есть если у вас был включен повтор то он так и останется для следующего проигрывания теперь значит давайте посмотрим еще одну опцию вот а именно что будет если мы сделаем меньше другое а именно значит мы нажмем кнопку старт во время воспроизведения без кнопки повтор значит но значит пластинка просто начнет воспроизводиться сначала то есть если вы хотите послушать пластинку сначала без повтору можете в любой момент нажать кнопку старт и пластинка начнет играть а потом наш спокойно нажимаете кнопку стоп и на этом история заканчивается и так в конце мы как обычно послушаем проигрыватель проигрыватель значит я специально записал фрагмент этой пластинки с помощью с помощью другого проигрывателя на котором у меня установлено установлен звукосниматель один он был 80 м си значит эта пластинка хит магазин 68 оркестр джерри вылтона выпуск телефон кен значит я и всегда использую такие пластинки для демонстрации потому что они выпущены более 50 лет назад а значит соответствии законодательством российской федерации все фонограммы перешли в общественное достояние на территории российской федерации на этом все спасибо вам большое и до свидания а а Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова